В этом видео мы расскажем о всех доступных индикаторах в платформе Volfix. Итак, находятся они в меню Setup – Studies. И первый из них – Bar Complete – показывает степень завершенности бара в проценте. Bar Size – отображает размер каждого бара в тиках. C.O.T. High-Low – данный индикатор отображает кумулятивную дельту с момента обновления минимума и максимума каждого бара. Отображается она вверху и внизу бара. C.O.T. High – это кумулятивная дельта с момента обновления или ретеста максимума бара. Как правило, она отрицательная. C.O.T. Low – это дельта с момента обновления или ретеста минимум бара. Как правило, она положительная. Итак, каждый раз, когда цена ретестит либо обновляет High, C.O.T. High будет считаться сначала. Данный индикатор позволяет оценить реакцию рынка на обновление максимума и минимума бара. И если мы видим сильно отрицательный C.O.T. High и падение цены, это значит, что покупатели отказались покупать по этой цене. А если C.O.T. High – отрицательная, но растет в и моменте, это значит, что покупатели заходят в рынок, то есть они принимают максимальную цену в и моменте и тем самым подталкивают цену вверх. Идем далее. Grid – это настройка раздлительных периодов. По ней у нас есть отдельное видео, ссылку мы оставим в описании под видео. Heatmap стакана – это визуальное отображение глубины рынка и ее истории. К каждому числовому значению стакана присваивается определенный цвет, что позволяет представить глубину рынка в виде карты цветов. Например, возьмем самый большой бит, в и моменте это 277 по цене 130 и он у нас отображается таким самым насыщенным красным цветом. Самый маленький цвет, то есть цвет, который присваивается самому маленькому значению – это белый. И чем более насыщенный цвет, тем больший объем в стакане. И с помощью этого индикатора, с помощью карты стакана, хитмап стакана, мы можем на истории посмотреть, какие были самые актуальные цены, то есть где больше всего покупатели, продавцы подставляли свои биды ASCII. В частности, можем увидеть, что такая важная цена для рынка сейчас – это цена 41.30. И пару слов о настройках этого индикатора. Lower Cut-Off позволяет не учитывать 20% самых мелких значений стакана. Upper Cut-Off позволяет стабилизировать распределение объема в стакане относительно цветов. Это значит, что любому объему свыше этого значения будет присвоен одинаковый самый яркий цвет. По настройке горизонтальных и вертикальных гистограмм у нас есть отдельное видео. Там мы подробно рассказываем о каждой из функций и объясняем, как настроить гистограмму. Следующий индикатор – T-D Sequential. Это изобретение известного трейдера всех анализа Тома де Марка. Его идея заключается в нахождении точек разворота тренда. Когда цена удовлетворяет условиям роста либо падения 9 раз подряд, как правило, тренд истощается и велика вероятность разворота либо коррекции. В качестве дисклеймера от себя отметим, что индикатор работает только в синтезе с другими инструментами анализа рынка и не может быть использован в качестве единственного сигнала. Итак, как считается данный индикатор? Если текущий бар закрывается выше, чем бар на 4 периода назад, то данный бар удовлетворяет первому условию и аналогично с вторым баром. Если следующий бар, второй, закрывается выше того бар, который был 4 периода назад, то и второй бар удовлетворяет условиям. И таким образом счет ведется до 9. И на девятый раз индикатор показывает истощение тренда и вероятность разворота. И в Evolfix автоматически рисуется линия в момент того, когда индикатор дает сигнал на разворот. В Evolfix для удобства можно настроить отображение только девятой цифры. В Show Value From ставим 9 и остальные цифры пропадают. Данный индикатор особенно эффективен на рейнджевом рынке. Если же мы говорим о трендовом рынке, то там его также можно использовать, но немного другим способом. В частности, уровни, которые показывают разворот тренда, могут быть использованы на трендовом рынке как зеркальный уровень. Вот, например, в данном случае у нас индикатор рисует разворот, но видим, что рынок сегодня откровен от трендов. И данные уровни хороши и в том числе как зеркальный уровень, от которых можно торговать по тренду. Далее настройки таймфрейма 2. Это профили за выборные интервалы времени. На панели управления активируется данная функция. И в этом меню настраиваются, собственно, эти профили. Их цвета, значения и т.д. Подробное описание каждой из функций в видео. Ссылку мы оставим в описании. Далее TPO Cluster. Это активация линии TPO или зон стоимости в каждом баре. Отображает зону, где активнее всего велись торги. Следующий индикатор – линия TBAB. Это средневзвешенная по времени цена. Цена вычисляется путем взятия цены сделок инструмента через определенные регулярные интервалы времени. И вычисление простого, среднего этих цен, не принимая во внимание объема сделок по каждой из этих цен. В отличии от линии TBAB. Следующий индикатор – Unfinished Action. Основная логика этого индикатора довольно проста. Для начала откроем график с двойным кластером BDASC. Именно по этому графику считается индикатор. Итак, каждый бар – это отдельный аукцион, где сталкиваются продавцы и покупатели. Результаты аукциона мы можем наблюдать на профиле баров. Как правило, формирование нового максимума считается завершенным, когда по бидам проторговано ноль контрактов, как в данном случае. То есть в кластере sell-by, он же BDASC, на стороне sell – ноль контрактов. Это означает, что покупатели перестали поставлять свои биды и покупать по этой цене желающих больше нет. А это, в свою очередь, означает, что аукцион считается закрытым. И аналогично для продаж. Аукцион будет считаться закрытым тогда, когда на минимуме бара по ASCAM, то есть на стороне buy, будет проторгована ноль контрактов, как в этом случае. То есть нет желающих выставлять заявки на продажу. Если же на high-low бара есть проторгованные контракты и на стороне sell, и на стороне buy, и бар закрылся, сформировав максимум и минимум, то такая ситуация и называется незавершенным аукционом – unfinished action. И так как на максимуме бара покупатели были готовы покупать, то существует вероятность того, что цена вернется на ретест этого уровня, чтобы завершить процесс аукциона. Такие ситуации отмечаются на графике и линии автоматически, даже если включен другой тип графика. Например, объем. Данный индикатор также эффективен в синтезе с другими инструментами анализа рынка и не является сам по себе единственным сигналом для входа в рынок. Далее – Volume Fixing. Это нахождение суммирного объема на заданном интервале и рассмотрим его на примере. Сперва выбираем, что мы считаем – это объем, дельта, либо количество трейдов. Далее выбираем интервал, за которым мы будем искать объем. Размер сика определяет, за сколько ценовых уровней считается объем. Другими словами, если мы поставим размер сика 2, то объем будет считаться суммируясь за два ценовых уровня. И значение. Возьмем 2000 контрактов. Также можно указать время работы лимита, тип линии и настройка алерта. И нажимаем New и закрываем окно. Как работает данный индикатор? График у нас разбивается в данном случае на отрезке по 30 минут. Если на отрезке в 30 минут по одной из цен было проторговано 2000 контрактов и более, то эта цена подсвечивается. Есть очень важная функция – Max Value Only. Когда она активирована, то подсвечиваться будет только самая большая цена за этот отрезок. То есть, если у нас было проторговано, например, 3000 контрактов и 2500, то подсветится только максимальная цена, то есть максимальный объем. И с помощью этого индикатора мы можем искать те цены, которые плотно удерживались продавцами либо покупателями. И последний индикатор – линия Viva. Это индикатор, отображающий средневзвешенную цену по объему. Рассчитывается путем сложения суммы, произведения объемов на цену, то есть на умножительный объем и последующим делением на общее количество объема. Viva используется как дополнительный инструмент, предназначенный в первую очередь для торговли внутри дня и показывающий взвешенную среднюю цену по объему. Также можно настроить отклонение от линии Viva в проценте либо в фиксированных пипсах. На этом у нас все. Если у вас остались вопросы по конкретным индикаторам, просим обращаться в нашу техподдержку по контактам в описании. Благодарим за внимание и удачу торгов!